Здравствуй, дорогой зритель! Снова с вами я, Михаил. Канал Картавый Блогер. И данным видео хотелось бы максимально плотно, полно раскрыть линейку актуальных телефонов Xiaomi. Там некоторые исключения, конечно, в данный момент будут, но вполне возможно, к окончанию этого видео, ну вот, плотность актуальных моделей будет, ну вот, максимально раскрыта. Расскажу, чем отличаются четверки, пятерки, ашки, иксы, плюсы, не плюсы, ну и так далее, и тому подобное. Итак, с чего начнем? Давайте начнем, наверное, с того, что для понимания самый важный момент в телефонах Xiaomi, он заключается в том, что есть глобальный, глобальная версия, и есть китайцы с глобальной прошивкой. Глобальная версия – это на английском языке сбоку надпись, китайская версия, китайщина, и, соответственно, сама модель. Также на глобальной версии обычно есть красная наклейка Global Version. отличие в том, что глобальная версия имеет европейскую вилку, бывают исключения, там для UK есть такая вилочка, но не суть. Обычно, да, то есть, если мы ее заказываем, то это вот европейская вилка. Раз, еще у них отличие, то, что здесь отсутствует один Band 4G, как правило, у китайцев, это 20-й, насколько помню. В принципе, не столь важно, а гораздо важнее, как его сшили. То есть, если это какая-то новинка, то первая прошивка может быть корявая какая-то, да, там, ну, в общем, глобальная версия – это вот то, что надо. китайщина, ну, тоже неплохо, чуть подешевле, но лучше не брать, если честно, лучше не брать. Итак, с чего начнем? Начнем с того, что есть четверка, просто, да, четверка, Redmi, Redmi 4A, 4X, они имеют диагональ 5 дюймов, диагональ экрана у них 5 дюймов. Давайте посмотрим на такую модель, как 4A. «Ага». «Ага», в моем случае я держу в наличии вы всегда можете заказать с доставкой из Москвы два цвета, это серый и золотой серый имеет спереди черную морду золотой имеет белую морду а есть два варианта телефона 2 гига оперативки 16 встроенной памяти и 2 гига оперативки 32 гига встроенной памяти довольно простые материалы вполне себе рабочая лошадь которая подойдет для как ребенка, так и взрослого человека, которому не нужны какие-то там особо сильные нагрузки просто рабочая лошадь которую не жалко стоимость ее, насколько помню от 6500 начинается если не ошибаюсь стандартно, как и все модели Xiaomi, имеет инфракрасный порт, есть программа можно закачать пульты от телевизоров, кондиционеров чего угодно и переключать с помощью телефона лоток имеет два места это, соответственно, либо симка-симка либо симка-флешка что еще? достаточно простенький аккумулятор насколько помню, он у нас 3120 мАч ну, опять же, да довольно простая рабочая лошадь за абсолютно понятные деньги его более ну, давайте, наверное по 5-дюймовым пройдемся я не буду открывать глобальную версию Redmi 4X ну, просто распечатывать не хочу у меня немножко осталось 4X китайских версия 2.16 глобальная версия 2 гига оперативки 32 гига встроенной памяти итак в чем отличие X от Ашки да во-первых это уже металлический корпус раз два увеличенный аккумулятор сейчас прям точнее вам скажу эх не видать здесь про аккумулятор нет видно 4100 мАч и Snapdragon здесь процессор стоит 435 а в 4А стоит 425 также у модели 4X добавляется такая вещь как сканер отпечатка пальцев по внешнему виду камера и вспышка точно такая же динамик у 4А находится сзади у 4Х находится снизу точно так же у нас здесь сбоку есть лоток в который прячется либо две симки симка-симка либо симка-флешка отличительная особенность опять же у китайцев заключается в том что у них появляется такая синяя наклейка то есть если мы откроем глобалку чего далеко ходить вот она она есть синей наклейки нету собственно говоря 5-дюймовые телефоны у нас на данный момент представлены в не только 4А 4Х а также в более свежей модели давайте их подвинем редми 5А на 425 опять же снапдрагоне кстати 4Х скоро как Redmi 3S судя по всему уйдет из продажи то есть уже с ним там определенные проблемы начались а версия 2.16 насколько помню стоит 7500 а версия глобальная версия 3.32 золотой 9 черный 9 200 а заменяться 4А судя по всему тоже будет несмотря на то что он довольно свежий и заменяться он у нас будет на причем не самими китайцами заменяться он судя по всему будет покупателями заменяться он будет судя по всему на таре 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 Заменяться он будет, судя по всему, на 5А. Почему мое мнение так будет происходить? Давайте, наверное, золотой возьмем. Попробуем понять. То есть, по внешнему виду они очень похожи. То есть, тут полоска чуть ниже камеры, тут полоска ровно посередине камеры. Размер тоже самое. Динамик здесь чуть ниже, здесь динамик чуть выше. Ну и значок Xiaomi немножко отличается по размерам. Спереди приблизительно все то же самое. Практически не отличается. А начинаются отличия вот здесь. У Redmi 5А плюс заключается в том, что он имеет два лотка. В один лоток вставляется симка, во второй в лоток вставляется симка флешка. То есть, можно взять простую модель 16 гигабайт оперативной памяти и не теряя возможность установки двух симок поставить сразу три симки. Но аккумулятор, так же как и у 4А, слабее, чем у X-ового варианта. Он у нас составляет... Опять не видно. Опять не видно. Насколько помню, 3000 А. Три, либо 3100. Вот, собственно говоря, его разница. И вот, собственно говоря, розовое золото. Ну, достаточно интересный цвет. Мы его так вот немножко вбок подвинем. Это у нас была линейка 5-дюймовых телефонов. И давайте перейдем к тому, что у нас такое ноут. Да, у Xiaomi есть ноут 5, есть ноут 4. Давайте, наверное, начнем с более старой модели. Ноут 4 просто. Для понимания, есть ноут 4X. Это только китайцы. Это китайская модель, которой для нашего рынка не была. И ноут 4X невозможно найти глобальной версии. Поэтому давайте путаться не будем. Если мы хотим глобалку, то это ноут 4. А ноут 4 есть в двух вариантах. Первый 332. 3 гига оперативки, 32 встроенной памяти. А второй вариант 4,64. 3,32 стоит 10 тысяч рублей. С отправкой из Москвы. А 4,64 стоит 12,5 тысяч. Насколько, опять же, помню, если мне память не изменяет. 5А стоит 6500, так же, как и 4А версия 2.16. По этой причине я считаю, что 5А, ну, сам по себе, просто выбором покупателей выдавит 4А как таковой. Ну, возможность поставить две симки и флешку за те же деньги, получить абсолютно те же характеристики и очень похожий телефон, ну, на это как бы намекает. Итак, ноут 4 представлен в трех цветах. Это серый, золотой, черный. А также металлический корпус. У черного морда черная, у серого морда черная, у золотого морда белая. А что мы получаем? Довольно хорошая машинка на 625 Snapdragon с аккумулятором также 4100. Диагональ дисплея 5,5. В принципе, очень даже, да, то есть открываем лоток, так же симка-симка, либо симка-флешка, и получаем вот такой вот симпатичный телефон. Ну, реально своих денег он, ребят, стоит. У него есть более младший собрат, это как же вот тут мне все это дело разместить, чтобы оно умещалось. Секундочку. Вот так вот мы, наверное, сделаем. Его чуть подвинем вот сюда, этого подвинем вот сюда, и придем к его более новому, но по характеристикам более слабому. А собрату это Redmi Note 5A и Redmi Note 5A Prime. Значит, в чем отличие? Простой Note 5A у нас на 425 Snapdragon, 5A Prime на 435 Snapdragon. А также, как и 4A, так же, как и 5A, мы имеем возможность поставить симку и две флешки. Но здесь это получается с помощью одного лотка, то есть в нем находятся сразу три слота. Я сейчас посмотрю, если у меня иголочка где-нибудь... Есть у меня тут одна иголочка под рукой. Давайте я вам его сразу выну и покажу, в чем его отличие. Вот, мы видим лоток, видим три слота. И можем поставить две симки и одну флешку сразу. Помимо того, что у них разные Snapdragon, у него что еще добавляется? У версии Prime добавляется сканер отпечатка пальцев. Это касаемо раз. И касаемо 2A, у него добавляется улучшенная камера для себяшек. Я вот прям вам даже сейчас скажу. 16 мегапикселей у него становится камера для себяшек. А при этом аккумулятор остается точно такой же, как у предыдущего 3080, насколько помню. И имеет еще дисплей Gorilla Glass. Значит, золотой цвет выглядит так, серый цвет выглядит так. Опять же, серый спереди черный, золотой спереди белый. Это вот более новый, но по характеристикам более слабый собрат. А также у Xiaomi вышла новинка. Новинка это Redmi 5. И если обратите внимание, сразу в комплект идет силиконовый бампер. Почему они так делают? Потому как камера, видите, достаточно сильно торчит. И если они сразу бампер не положат, то пока вы с бампером определитесь, вы эту камеру можете подушатать и, собственно говоря, начать высказывать свои недовольства. Поэтому они сразу взяли и добавили к каждому телефончику бамперочек силиконовый. Молодцы! Сначала накололись, а потом исправились. Сначала накололись, а потом накололись. Я вот цены немножко, ребят, могу забывать. Ссылки все есть в описании. Если что, можете посмотреть, сколько они на данный момент стоят. Опять же, цены меняются. Итак, Redmi 5A. Redmi 5A... Как тебя сдвинуть? Вот так вот мы тебя сдвинем. Имеет, помимо стандартного золотого и черного, достаточно интересный цвет, который, ну, по мне, он бирюзовый, а они его называют голубым. Значит, его основные отличительные особенности заключаются в том, то что... Так, ну, давайте для начала. Что 2.16, что 3.32 сидят на 450-м Snapdragon'е и имеют батарейку 3300 мА. Особенность данной модели, она в том, что... Видите, он меньше, чем Note 4. Он поуже. По длине он такой же. Но, несмотря на то, что он поуже, его экран, диагональ экрана, больше. У него диагональ экрана 5.7. Но это... Получилось потому, как они изменили соотношение сторон. Из-за того, что экран занимает всю площадь, кнопки навигации находятся не на самом телефоне, да, вот они, кнопочки навигации видны, а появляются на экране. Ну, я к этому, в принципе, привыкший. Кому-то это может быть непривычно, скажем так, для начала. Довольно интересная модель, но у пятерки, к сожалению, вот, по сравнению с четверкой, аккумулятор слабее. Но зато во всем остальном он достаточно интересный, достаточно продуктивный. Давайте посмотрим красивую упаковочку. Mi A1, он... Есть в вариантах разных. Вот так вот снимаем, и внутри еще одна коробочка. Симпатично, красиво. Mi A1 у нас имеет двойную камеру, двухцветную вспышку. Вместо, скажем, как вот, например, у Note 4, видите, полосочка такая блестящая. Здесь нет, здесь все симпатично, ничего не блестит, а все красиво, все классно. И достаточно тяжелый, увесисто такой, находящийся в руке телефон, который имеет хорошие характеристики, да, это 4 гига оперативной памяти, двухкратный оптический зум, 625 Snapdragon, причем там какой-то улучшенный, да, экран дисплея 5,5, и камеру, да, вот сдвоенная камера, 12 мегапикселей, что одна, что вторая, у нас 12 мегапикселей. Ну, достаточно хорошая. Должен иметь качество снимков, ну, так оно и есть, наушник находится уже снизу. Ну, в целом, прикольная модель на чистом андроиде, которая, ну, вот, не знаю, как-то мне вот немножко не зашла. А что мы сейчас не видим на данном столе? Мы на данном столе сейчас не видим Mi Max, не видим мы его по той причине, то, что он пропал у китайцев в глобальной версии. Он у нас имеет диагональ экрана 6,44, достаточно интересная модель, но вот, к сожалению, сейчас вам ее не покажу. Также я вам не покажу, ну, не знаю, вполне возможно, сейчас дождусь, придет, покажу Redmi 5 Plus, он есть в вариантах 3,32, 4,64, у него уже, он чуть побольше, чем пятерка, у него помощнее аккумулятор, и также соотношение сторон экрана у него увеличено, поэтому он шестую диагональ имеет при стандартных размерах Note 4. Не знаю, может быть дождусь, может быть не дождусь. Цвета модели показал, собственно говоря, для кого подходит. Ребенок. Ну, я, конечно, понимаю, что ребенок будет говорить, папа, мама, я не хочу быть лохом, я хочу там 12-й айфон. Да, классно. Иди за работой. Ну, так, да. Опять же, ты там с этим айфоном будешь ходить, а за тебя переживать, хулиганы у тебя отнимут или нет. Ну, рабочая лошадь, все необходимое есть, аккумулятор день проживет, проблем никаких и даже больше. Выгра, в принципе, достаточно неплохо играется, дешево, сердито, милое дело. Это либо 4А, либо 5А. Redmi 5А, либо 4А. Ну, опять же, 5А предпочтительнее тем, то, что можно вставить симку и не париться. Следом идет телефон 4Х. А для кого 4Х подходит? Ну, для тех, кому уже сканер отпечатка полезная штука, да, что он там, какие-то вещи приходится ему прятать за сканером, кому нужно побольше аккумулятор, живучий, да, достаточно живучий, в руке держится приятно хорошо металлический, и кому нужен небольшой дисплей. Ну, то есть, да, мы понимаем, что играть в какие-то игры, которые там, серьезные, прикольные, на диагонали 5 дюймов, ну, это смешно. Рабочая, опять же, лошадь за понятные деньги. А следом у нас начинаются ноут и четвертые, и ноут, ноут 5А. Для кого нужны ноут 5А? Ну, здесь можно делать камеры для себяшек, то есть, там, для девочки постарше вполне подойдет 16 мегапикселей, классно, прикольно, да, для тех, у кого, ну, нужен побольше экран, но он там не собирается в какие-то там серьезные игры играть, ну, там, просто смотреть видео и так далее, тому подобное, просто нужен большой экран, начинается с ноут 5А, либо ноут 5А Prime. Милое дело, вполне недорого, то есть, насколько помню, 5А стоит так же, как, ну, вот 5А стоит так же, как и Redmi 5А. Ноут 4, для кого он нужен? 3.32, 4.64. Серьезно, ну, реально серьезно, тянет, проблем никаких, игры, достаточно мощный аппарат, в этом отношении все хорошо. Стильный, качественный, хороший. Опять же, вполне понятных денег стоит. Android One, ребят, не знаю, ну, для каких-то вот, явно замороченных, там, чистый Android, я на нем там что-то сделаю, переделаю, там, тролливали, ну, при этом 4 ГБ оперативки, довольно мощно. Здесь мне аккумулятор не нравится, насколько помню. Redmi 5 и Redmi 5 Plus. Для тех, кто не хочет слишком большую лопату, то есть, вот пятерка, она все-таки поменьше, но хочет большой экран. Соотношение сторон экрана против размера телефона, ну, здесь просто шикарно. При этом, сам телефон, ну, тоже очень даже прикольный. Вот примерно, вот такая вот линейка, вот так она подойдет. Если вы пользуетесь Xiaomi, расскажите, каким, хотите ли вы переходить на какой-то другой, что вам там в нем нравится, что не нравится. я не показываю сейчас всякие там, Mish, Mi, Mi Mix, ну, которые стоят больших денег. Да, они, ну, вполне возможно, стоят своих денег, да, там, где-то это для понтов, где-то там, какая-то фишка внутри есть классная. Я их не держу, потому как, ну, мне он не нужен, спрос на них непонятный, да, денег, ну, морозится и так достаточно много. Показал, рассказал, задавайте вопросы, пишите комментарии, до скорых встреч, пока.